На Руси все-таки традиционными блинами считаются гречневые блины, потому что гречки росли гораздо больше, чем в какой-либо возрастах. На севере росла рожь, в силу тематических условий ниже, там, конечно, была уже пшеница, но не всем это было позволено, а то гречки было много. И добавляю, блины пекли именно на гречневой муке. Но не на такой гречки, которую мы сейчас с вами едим, коричневые, обжаренные. Действительно зеленые гречки, да. И, конечно, муку использовали из зеленой гречки. Сейчас и тогда, и сейчас она называется шелковица или шелковка. Вот эти красные блины, гречневые, они достаточно сложные в приготовлении, потому что, как мы с вами знаем, в гречке абсолютно отсутствует глютен. Та самая составляющая, которую дает клетанину. Когда, когда у нас держится, вот, непосредственно наша выпечка, то глютен отсутствует. Кликалины нет. Но в зеленой гречке есть небольшое количество крахмала. И для того, чтобы крахмал был заработан, его нужно всегда заварить, распарить. И вот, оказывается, это чуть-чуть получает крахмал в качестве дополнительного продукта. Конечно, гораздо проще готовить гречневые длины 50 на 50, 50 гречневые, 50 пшеничные, тогда они гораздо проще работать. Вот, если мы возьмем луку из той коричневой гречки, обжаренной, которая есть у нас, там уже и крахмала нет, потому что она обработана термически. Оля, если захотите. Я предлагаю длины поднять. Да, поднимаю. А, мы уже поднимем. А, все подняли? Все уже, да, это подняли. А, там уже, наверное, раскладку? Конечно. Надо объяснить, когда что-то раздревает. Значит, гречневых длина мы подготовили очень хорошее запуску, которое подходит как нельзя лучше. Это соленые грибы, грузди со сметаной и лепчатого лука. Вот вам видно здесь, да? Это вот похожее на салат, это и есть в грунте с луком. У вас тоже есть? У вас есть. Еще хочу прочтить, потому что в чем-то часто растекают вопросы, что же мы называем блинами, а что же мы называем блинчиками. Так вот, перед вами блины. Толстые блины. Блинчиков у нас сегодня будет именно блины. Толстые. А вот то, что тоненькие, мы привыкли с вас к речи, это блинчики. А еще бабушка мне называла их блинцы. Блинцы, да, да, да. В общем, так они измечают. Вот эта кулинарная книга, которая начинает с конца 18 века, на ней так и называются блинцы. Это тонкие. У нас сегодня с вами толстые блины. Дорогие наши коллеги-хозяева. А вот я бы еще попросил кого-нибудь помочь разлить нам напитки, потому что я думаю, как раз с первым блином не плохо бы чего-нибудь из-за битвы. А я пока объясню, да, вот что-то специально привезли вам целый набор наших, между прочим, тоже старинных напиток. Это называется полугар. Вот. А что это такое? Почему это не вот? Все говорят, вот водка, водка, наш старинный напиток природа. Водка, как таковая сегодняшняя, которую мы сегодня знаем, она возьмется лишь в конце 19 века, когда была введена, собственно, вот эта технология ретификации, то есть получение чистого спирта через ретификационные колонны, и вот, собственно, та самая примитивная смесь спирта с водой, это вот весь сегодняшний лодок. А старинный-то наш напиток, он совершенно другой, он делается, как дистиллян, ну, самокон, понятно, да, все знают слово самокон, но просто вопрос в чистоте и в культуре его производства. Так вот, полугар, вот как раз одно и один из примеров того, как это делалось на протяжении, ну, как минимум, там, пяти веков. Кстати, вы, а кто-нибудь знает, почему слово полуга такое странное? У кого-нибудь есть какие-то идеи? Почему так называется? Сюда, фига. Все молчат. Ну, вот половина, да. Вот чего половина, так что... А, смотрите, какая штука интересная. Дело в том, что практически, ну, все до советской, ну, и даже в советской книге, понятно, всегда существовало марафуле на производство спиртных напитков, ну, на продажу, не понятно, что как бы, там, мог бы, наверное, у себя там, в хозяйстве, да, но вот на продажу это была государственная марафуле, соответственно. Да? Да? Да, я ручка.